В Запорожье родился настоящий ребёнок-богатырь. Его вес превышает 7 килограммов. Это, по словам медиков, самый крупный, новорождённый в Украине. Как чувствует себя мальчик и, самое главное, счастливые родители, у которых это уже восьмой ребёнок в семье, об этом расскажут наши корреспонденты. Маленького богатыря назвали Николай. То, что будет именно мальчик, семья дядько не знала до последнего момента. Счастливый отец, у которого в доме подрастает семеро дочерей, признаётся. Узнавать полребёнка специально не хотели. Говорит, это был действительно сюрприз, в который даже не сразу поверил. Я к ним наподнялся, говорю, девочки, а где мой? Они говорят, а вы что не видите? Все лежат там 3 килограмма, 4. Лежит на 7 килограмм красавица. Занимает два места. Говорю, а растихните памперс. Не верю. Действительно оказалось, что у нас богатырь. Вот уже несколько дней, как мама с малышом дома отмечает, предыдущий ребёнок, полуторагодовалая Олеся, тоже родилась крупной. Её вес был 6,5 килограмм. Но маленький Николай побил все рекорды. Сюрприз. Для всех был полный. И для нас тоже, для врачей. И вес, и пол. Ну, значит, мне как-то спокойнее, чем девочки у меня были. Пока спокойнее. Счастливый отец признаётся, новорождённым удивили многих. Но семьи сейчас не до праздничных застолий. Все мысли, как прокормить большую семью. Постоянной работы ветеринару по образованию в родном селе нет. Вот и приходится подрабатывать, не рассчитывая на помощь от государства, говорит Алексей. За 2400 гривен жена получает. За всех детей? Да. Не стыдно говорить эту сумму. Это для меня сейчас, что я сейчас дома, это для меня праздник. А так я утром уехал, вечером поздно дома. Утром уехал, вечером поздно дома. Это каждый божий день. Алексей уже мечтает о том, как со временем будет ходить с сыном на рыбалку и охоту. Пока же отец многодетной семьи заплетает косички дочерям и пытается помирить их в детских ссорах. Дерутся за то, скажем, в первую очередь, кто будет нянчить. Вот почему, мама, ты Диану пускаешь, братика, а меня нет. Несмотря на трудности и старенький дом, которому уже 100 лет, семья дядько считает себя самой счастливой и дружной. А это самое главное, говорят здесь. А ещё очень горды своим семикилограммовым богатырём. Но на этом обещают остановиться. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожская область.